Привет всем! Сегодня распакуем снова старую коробку Kinder сюрприза со старыми коллекциями. И вот она пролежала уже много лет, да, больше, наверное, 10 лет, да, уже 14 лет пролежала она на полке, да, видите, до 8-го года срок годности. И здесь у нас коллекция, которую я раньше не видел, да, называется «Пляжные носы в клубном отпуске». И написано, что на солнце они меняют цвет, да, у них носы загорают. Вот такая коллекция прошла мимо, меня вообще никогда ее не видел. И интересно, конечно, распаковать, посмотреть. Две игрушки у нас сегодня должно попасть из коллекции, ну давайте посмотрим. Так, распакуем. Так, а, на самом деле у нас, видите, две в упаковке из шести, но на самом деле у нас две упаковки по три здесь находятся. Так, да, ну вообще выглядит симпатично на обложке. Так, давайте посмотрим, как же выглядела эта коллекция. Так, «Пляжные носы в клубном отпуске». Так, здесь у нас, да, снова три старинных киндер-сюрприза. Сейчас мы их распакуем. Ну, посмотрим снова на шоколад. Хотя, что там, смотрите, уже мы столько таких рождественских календарей старых распаковали, что, да, уже видели, как выглядит шоколад спустя столько лет. Ох, лежание. Так, открываем. И, да, еще капсулы старые, видите, которые одна в одну вставлялась. Так, посмотрим, может сразу нам коррекционная игрушка попадется. Так, нет, попадается как будто бы какая-то сборка, но тоже очень симпатично она выглядит. Так, посмотрим, что за сборка у нас здесь попадается. Так, какой-то как будто замок. А, это была классная коллекция, да. В рождественских киндрах она у нас попадалась, да, у нас попадался этот дракон и вот эти вот два дракона, которые лево-право выглядывают. Очень симпатичный был коллекция. Здесь у нас вертушка попадается, да, в которой два дракона крутятся вокруг замка. Давайте соберем. Итак, да, отличная сборка получилась. Вообще, эта коллекция прям хочется ее собрать. Такая вот у нас конструкция. Сейчас тоже в прошлом сезоне, да, киндер пытался повторить вот свои такие классические, самые известные сборки подобного типа, но вот, конечно, так классно у него не получилось сделать, да. Получилось как-то слишком просто, да, эти были обезьянки, по-моему, и космонавты, но вот дракончики, видите, очень классно получились, прям хорошо крутятся. Продолжим. Так, давайте второй сюрприз распакуем. Может быть, сейчас нам попадется коллекционная игрушка. Вообще, как выглядит вкладыш, посмотреть. Так, смотрим. Итак, открываем. И здесь у нас, нет, не коллекционная игрушка, это машинка. Так, машинка, может быть, с какой-то серией специальной или нет. Нет, по-моему, просто, да, машинки, да. Ну, тоже выглядит очень симпатично. На картинке, по крайней мере. Так, давайте соберем, посмотрим. Тут особо собирать нечего, да, только наклейки наклеить. Ну, ладно, наклейки наклейками. И давайте мы посмотрим, как она вообще выглядит. О, кстати, похоже на какие-то такие машинки, как раньше были у Киндера. Так, двигатель у нас где? Сзади, конечно, да. А, еще она, видите, она цепляется, получается. Все, понятно. Она вот так вот может открываться, закрываться. Ну, да, выглядит, наверное, немножко простенько, но зато вот какая-то такая вот необычная функция есть. Полностью она, видите, откидывается, эта машинка. На картинке, конечно, она лучше получилась. Наклейки, может, чуть-чуть ее тоже может лучше сделать, но вряд ли, да, сильно. Итак, все-таки это не такая машинка, которой были коллекционные, те же Порше, да, или там Мини Купер. Так, давайте посмотрим, следующий у нас Киндер. И здесь у нас коллекционная игрушка должна быть. Надеюсь, что все-таки все будет верно и попадется у нас именно с этой коллекцией. Да, вот она. Итак, смотрим. Нет, по-моему, похоже, уже попадались мне. Да, когда-то, но не знал я, что это такая коллекция специальная. Да, и вкладыша тоже я не видел. Ну что ж, вот так вот. Сенсация, да, видите, написано. Солнце меняет нос цвет. И тут у нас целых 10, да, как обычно, 10 игрушек коллекции. Ну что ж, выглядит очень симпатично, да. Пляжные носы в отпуске. И как-то вот необычно, смотрите. У нас прям в лучших традициях Киндера такая цельная фигурка. Не связана ни с какими мультсериалами, как сейчас. Да, очень симпатично. И, да, если вот на солнце его подержать, написано, то нос у него покраснеет, да, изменит цвет. Да, как будто нос с другого материала сделан. Ну что ж, выглядит очень симпатично коллекция. Ну и здорово было бы, конечно, ее всю собрать. Давайте посмотрим вторую упаковку. Кто нам еще попадется с этой коллекции. Так, ну какие сборки. Старые попадутся. Вот как-то она прошла мимо меня, эта коллекция. Незамеченная в 2008 году, получается. Так, не знаю, выходила ли она в России. Может быть и нет, да. Может поэтому и незамеченная осталась. Так, давайте распакуем киндер. Вообще, надо в каталоге посмотреть. Будет, да, где выходила эта коллекция. Итак, следующая у нас капсула. Так, открываем. И кто у нас здесь попадется? Здесь у нас тоже коллекционная, да? Нет, не коллекционная, а сборка. Так, сборка попадается. И это у нас какая-то такая машина как будто. А, точно. Это у нас тоже было в Рождественском календаре. Да, машинки отдельно, человечки отдельно. Вот какая-то такая японская или китайская серия, не знаю. Да, может быть, какой-то японский мультфильм. Так, ну давайте соберем. Да, вот такой вот у нас космический корабль. Ну, вот когда попадется человечек, видели мы уже это в Рождественских календарях, то можно его посадить, да, в эту машинку, да, или в самолетик. И можно их, да, менять местами. Человечек, конечно, в разные самолеты сажать их. Ну, вот такая вот коллекция. А к следующей раз пакуем. Так, посмотрим, кто нам здесь попадется. Может быть, коллекционная игрушка. Вот так. Открываем. Итак, да, наверное, коллекционная игрушка. У нас третьим, да, нам попадалось, по-моему, в прошлый раз тоже. Да, сейчас я третий взял. Да, коллекционная игрушка. Так, посмотрим, кто еще нам попался. Нет, не коллекционная, вот так вот, да? Или коллекционная? Нет, а вот как раз человечек нам попадается к машинке. И другой у нас, да, инопланетянин. Такой вот, да. Выглядит тоже, как коллекционная игрушка. А, нет, видите, инопланетянин, но маска у него человека. А, вот, смотрите, какая тут у нас коллекция, да? И причем, видите, боком, получается, повернута у него голова, да? И вставляется вот так вот. И тогда получается такой вот у нас паредек. Выглядит очень симпатично. И можно его как раз в машину посадить. И получается вот такая вот киндер-макси своего рода. Да, очень классная тоже идея, да, скомбинировать игрушки. Можно было бы и сейчас, в принципе, воспользоваться. Ей, да, и видите, полностью коллекция у нас, считай, подходит они друг к другу. Собралась, вот, да. В общем, выглядит симпатично. Прямо такая большая игрушка получается. Ну что ж, хорошо, наверное, что у нас последний киндер будет коллекционная игрушка. Посмотрим, кто еще нам попадет. Открываем ее. И... Так, да, коллекционная игрушка. И кто это у нас с большим носом попадается? Так, это у нас какой-то Ронни Рост. Сосиски жарит. А, вот что. Да, грилит и тоже очень классно выглядит. Смотрите, у нас прям настоящие сосиски. И нос у нее тоже, да, наверное, с другого материала. И должен нагреваться. О, да. На солнце. И менять цвет на красный. Ну что ж, вот такие вот симпатичные у нас коллекционные игрушки. Вообще симпатичная коллекция. Здорово было бы ее тоже всю собрать. Да, таким был обзор на старую упаковку из шести киндеров. Да, с коллекцией пляжные носы. И надеюсь, что все-таки удастся когда-нибудь нам собрать всю коллекцию. Классные были сборки тоже, да. Попались... Ну вот машинка, наверное, так самая, может быть, менее удачная. Но вообще выглядят симпатичные игрушки в 2008 году. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И у нас еще много будет обзоров на новые и старые киндеры. Всем спасибо. Пока-пока.